Учебная тревога! Горовое плавание в узкости приготовить! Сегодня морские пограничники выходят на охрану госграницы по учебной тревоге. Инструктаж личного состава, проверка работы технических средств и узлов корабля. Морской конвой состоит из сторожевых кораблей береговой охраны Ставрополь, Ноябрьск и Сочи. Поднятые флаги – это определенные знаки моряков. К примеру, эти два штандарта означают начало учебной тревоги. А красный стяг оповещает о том, что идет заправка корабля топливом. Практически то же, что и азбука Морзе в визуальном варианте. По традиции моряков провожают под прощание славянки. Морские пограничники выходят в море дважды в год – в апреле и в сентябре, в период нереста. Именно на это время приходится фаза активности браконьеров. Задача морской охраны – задержать их маломерные суда и нарушителей пограничного режима. Браконьеры сегодня оснащены современными байдами, с которыми трудно тягаться в скорости, говорят в морской охране. Помогает катер береговой защиты. Он может развивать скорость 50 морских узлов. Это около 95 сухопутных километров в час. Используется, значит, как корабельный состав. Значит, также используются катера государственной морской инспекции, скоростные катера. Значит, катера отряда пограничных сторожевых кораблей. На берегу у нас установлены, значит, посты технического наблюдения, которые отслеживают выход маломерных плавсредств в море. Совместное оперативно-профилактическое мероприятие отряда сторожевых кораблей погрануправления проводится дважды в год весной и осенью в период нереста. Задача морских пограничников – не только поймать браконьеров, но и выпустить улов в естественную среду обитания. Биоресурсы Каспия с каждым годом уменьшаются. Возможно, поэтому незаконная добыча двух или более рыбоосетровых пород – основание для возбуждения уголовного дела. К примеру, в прошлом году военнослужащими погрануправления из незаконного оборота изъято около 7 тонн морепродуктов. С нарушителями у пограничников разговор короткий. Изымают байды, сети и улов. Рыбы выпускают в море. Основная задача – это не допустить выхода браконьерских групп, чтобы рыба нормально прошла на нерест. Соответственно, будем перекрывать берег, заставлять браконьеров не выходить в море. Участки у нас по всему берегу расположены. Здесь тоже будут работать корабли. Начиная от южной границы с Азербайджаном и заканчивая северным направлением. Мероприятия по охране биоресурсов проводят в период пути. У каждого корабля свой участок патрулирования, который тянется от южной границы с Азербайджаном до северного направления по всему участку Каспийского моря. Пограничное судно, на котором служат только мичманы, оснащено вооружением. Его применяют в крайнем случае и то в целях защиты госграницы. В море пограничники могут находиться от 7 до 30 дней, в зависимости от поставленной задачи. Сегодня выход тренировочный, потому и сроки пребывания ограничены. До следующего, возможно, уже по команде реальной тревоги. Гаджмурад Зияудинов, Амир Амиров и Мурат Касумов. Время новостей.